всем привет и в этом уроке расскажу вам как провести регулировку уклонов для начала мы возвращаемся опять в любимую систему model продолжаем делать план организации рельефа и переходим по второй ссылке прикрепить регулировку клонов здесь же видео урок который вы сейчас смотрите описание задания и здесь поле для прикрепления образец графики также вы сможете посмотреть вот так вот он выглядит а в чем заключается суть этого чертежа это приведение уклонов в верное направление в допустимое значение и нанесение красных проектных отметок точек перелома рельефа начнем открываем наш документ и начнем с сбора направлений уклона то есть если визуально мы построим профиль нашей территории общий профиль то вот территория двора она должна находиться выше дворовых проездов и выше магистралей то есть магистрали они должны быть приемниками воды со двора это значит что на плане мы не должны допускать направление уклона в сторону двора или направление уклонов с магистрали в сторону двора то есть вот здесь такой ситуации нет если допустим вот точка расчетная на основной магистрали она ниже чем расчетная точка на прилегающей магистрали то следует поменять направление уклона как в этом месте не очень желательно и направление уклона когда вода с магистрали стекает на территорию двора объясню как это делается на примере вот это очень сложного участка некоторых вариантов здесь есть все элементы то есть здесь есть недопустимые значения допустимое значение это 0,005 минимальный уклон и 0,06 максимальный уклон минимальный и 0,00 значение уклонов по дорогам раз с разными функциями и разным покрытием есть у вас в пояснительной записке в образце текста пояснительной записки и есть в практикуме начнем с неудачных направлений неблагоприятных направлений уклона вот например в данном случае у нас вода стекает с магистрали к стене здания и при этом в точке 25 из точки 25 вода никуда не вытекает то есть здесь скапливается такая лужа она растет растет и подтопляет само здание вот то есть нам необходимо будет пересчитать и развернуть уклон между 25 и 26 точками между 25 и 24 точками и между 24 и 23 точками для того чтобы вывести сток воды на магистраль и в в этом случае мы уводим вдоль дома и разворачиваем тоже в сторону магистрали то есть вот из точки 25 мы развели воду теперь перерасчет уклонов ну начнем отсюда и здесь у нас есть верхняя и нижняя отметка так же как и предыдущее расстояние между ними и есть проектный уклон и уже те отметки которые нам будут нужны красные отметки которые будут проектными и которые нам нужно будет выдержать для того чтобы организовать подобный сток воды то есть на местности сейчас вода стекается вот в эту точку для того чтобы правильно все срезать нужно пересчитать уклоны и пересчитать высоту точек так ну вы можете часть этой таблицы с проблемными точками взять из предыдущего листа например двадцать пятая двадцать четвертая встречи двадцать шестая на вставить сразу же в эту таблицу так уклон у нас минимально допустимый 0 0 5 до 2 не меняем соответственно тут нужно понять какую отметку мы будем менять я буду поднимать точку 30 . 25 на максимально допустимый уклон относительно 26 точки и соответственно пересчитывать вот эти вот уклона так чтобы они были минимально допустимые и приходили вот эту отметку потому что их направлением тоже разворачиваем ведь что 33 62 нам нужно почти на метр поднять вот эту точку поэтому попробуем начать 25 26 25 26 у нее недопустимый уклон поэтому нам не будет проблем ее развернуть поменять его направление и здесь мы задаем проектный уклон максимально допустимый 0 6 отметка у нас в данном случае формула мы видим что она вот здесь в этой ячейке здесь просто ссылка на предыдущую ячейку и значит мы заполняем эту что мы оставляем отметку 26 в прежней и меняем отметку 25 так 33 33 33 63 с таким уклоном 63 63 нам нам нужно чтобы 25 точка превышала отметку 33 63 поэтому здесь мы меняем знак с минуса на плюс и получаем что новая наша проектная отметка будет 3490 и это можно сделать сразу красным и это у нас получается на 8 сантиметров ниже то есть нам нужно будет сантиметров на 10 за ней сантиметров на 10 эту отметку всего лишь как это сделать так так да мы не забываем исправить уклон теперь стал проектный здесь здесь можно сразу исправить уклон на 0 минимально допустимый на 0,05 тысячных и здесь то же самое и пересчитать в соответствии с новым уклоном последняя отметка это 23 отметка 34 80 1 так дальше у нас связана вот эта измененная отметка с двумя уклонами вот этим где дальше точка перелома за пределами чертежа находится и вот этим уклоном который как раз очень большой и его можно пересчитать переходим на предыдущую таблицу расчет уклонов и пересчитываем уклон между 15 и 23 отметками то есть мы просто меняем ту величину которую мы заменили 34 81 вот и смотрим что у нас с уклоном уклон уменьшился и стал допустимым то есть мы просто можем писать 0,06 все в пределах допустимого уклона соответственно здесь мы копируем и вставляем над чертой выбираем отметку текст красным и все решаем одну задачу мы решили вторую можем уменьшить вот этот уклон для того чтобы разобраться вот с этими двумя они тоже недопустимые вот для того чтобы решить эту часть нам нужно поднять точку 16 с таким уклоном и поднять точку 17 и пересчитать вот этот уклон и поднять точку 17 и пересчитать вот этот уклон вот 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 это вот это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу, обращайте внимание на... Какие отметки у вас появляются, выше или ниже, поэтому тут надо менять знак. Если вы хотите рассчитать более высокую отметку, то нужно менять знаки. Не забываем пересчитывать по предыдущей таблице... Те проезды... То есть это вот 18 и 17, вот этот уклон поменяется, и 17 и 26 поменяется уклон. Еще раз показываю, как это пересчитать. 33, то есть по верхней отметке теперь. 33, 20 поменяем на 33, 43. Уклон 008. Вот, и мой код вас позабавил заодно. В данном случае участок решен. То есть мы переходим дальше вот к этому уклону и так далее. Итак, решив все проблемные участки, перенаправив всю воду, урегулировав все уклоны, приведя в допустимое значение, подписываем все красные отметки. То есть в случае, если мы ничего не меняли на прилегающих уклонах и ничего не перерасчитывали, мы просто копируем черную отметку наверх и выделяем красным, потому что она у нас становится автоматически проектной. На этом все. Дальше на основе этого чертежа начинают работать над красными горизонталями и построением, проектируем рельефа.